Всем, дорогие друзья, всем доброе утро. Все, я снова, снова в студии. Снова мы уже начинаем изучать Мишли. Да? Хорошо. Ну что, что же, никто не приходит, что ли, на трансляции? Вообще, да? Так у нас ждут и Тана пишет, ждут и Тана. Или я не там поставил трансляцию? Мне кажется, я не там поставил трансляцию. Так, всем привет. Бодертов. О, Талия Рафальская. Появилась Бодертов. Хорошо. А ты же позже начинал, что ли, это? Напаздывал? Нет? В 10.00? В 10.00. Хорошо. Евгений Шарапов. Доброе утро. Юра Перун есть. Алекс Чудеевич. Я сказал, завтра не заходи. Все, Оксана Павликова есть. Илиитан сказал, завтра не заходи, что ли, скака не будет. Все. Хорошо, мы продолжаем изучать Мишли. Притчи царя Соломона. Сегодня у нас 200-й урок вообще. 200-й, 200-й. Никогда я не думал, Алекс Поделко Шалом, что я смогу 200 подряд уроков делать без остановки. И я скажу, что это главный секрет. Игорь Петельников, доброе утро. Главный секрет успеха, это именно не сдаваться, а двигаться вот там маленькими шагами, но в одном направлении. Это главный секрет. И что бы вы ни делали, вы в этом направлении очень достигнете большой точки какой-то, да, большого успеха. Хорошо. И так, значит, сразу столько выводов. Я еще говорить не начал, уже столько выводов. Я уже говорю прямо выводами, потому что я раньше уже так натренировался, что сразу. Дамир, партнер, привет, уже в Казахстане день. Хорошо. И так, значит, 26-я глава мы начали с того, что, в принципе, вся эта глава о взаимодействии с ксилим. Ксилим это такой вид грешников, который грешит по вожделению и по глупости. То есть его переводят иногда как глупец, но, в принципе, ксилим это грешник, который грешит по вожделению. Он не может справиться со своими вожделениями, эмоциями и так далее. Моше, комиссару, кшалом. Теперь, значит, 26-я глава, первый был отрывок, что он, значит, первый был отрывок, я напомню, чтобы мы вошли в ритм, что как снег летом и как дождь в жатву, так же нехорошо этому ксилию, этому грешнику давать почет. Потому что почет это такая штука, которая усиливает. То есть чем больше почета, тем больше усиления. И ксилию, если мы даем этому грешнику почет, уважение, он усиливается, не надо его усиливать. Дальше, как птичка летает и как воробей улетает, так же проклятие пустое на того, кто его проклинает, вернется. То есть те люди, которые просто проклинают, я прямо вот, я часто делаю прямые эфиры там в инстаграме, просто не для религиозных, не для евреев, не для религиозных. Я просто делаю прямые эфиры и там дальше люди иногда там появляются, неадекваты какие-то, пишут гадости. Я вам говорю, смотрите, будьте осторожны, потому что Бог дал обещание Аврааму, его потомкам, что тот, кто его проклянет, будет проклят. Тот, кто его благословит, будет благословлен. Я говорю, так что смотрите, если вы меня там проклинаете, так это же вам будет плохо. То есть сразу их предупреждаю, чтобы они знали. И здесь об этом написано, что проклятие пустое, оно возвращается обратно, как отскакивает от стены. Но если у человека есть какой-то пробой перед Богом, то есть у него есть какая-то трещина, то этот камень проклятия, он может эту трещину усилить. Поэтому, в принципе, сила в проклятиях есть. И в злом глазе есть и так далее. Да мир благословляющий будет благословлен. Тебе еще больше почета и уважения. Хорошо. Спасибо за это самое. Теперь дальше написано, а как к силям этим надо обращаться. Значит, как конь управляется специальной уздой, так же как осел управляется специальной уздой, так же к силям, вот этот вот к силям, который грешник и глупый, он управляется палкой. То есть он управляется палкой, потому что так как им управляют эмоции, им управляет тело вожделения, то тогда и бороться с этим можно только соответствующим инструментом. Теперь четвертый отрывок. Аль-Тан-Ксиль-Ки-Вал-То. Значит, не отвечай к силю, вот этому вот грешнику по вожделению и глупому, как его Ивал-То, это его сомнение. Да, вот если смотреть по Малбиму-Ити, то Ивэль это тот, кто сомневается. Ивал-То, а здесь переводят как на русский, тут переводят, что Ксиль глупый, что Ивэль глупый. То есть они не разделяют почему-то в переводе между этими двумя качествами. В общем, имеется в виду что? Не отвечай глупому по его глупости. Пэн-Ти-Шавэ-Ло-Гам-А-Та. Что может быть сравняешься с ним, так же ты. Вот я сколько раз убеждался, например, ну там возникает спор какой-то с женой, например, да. И, значит, ну это может быть пример не совсем правильный, но когда ты начинаешь отвечать, ну как бы ее же языком, ничего не получается. То есть ты не можешь, как бы, ну хочешь показать, что вот смотри, и получается еще хуже. То есть это, знаете, как, чтобы победить в споре с женщиной, есть единственный способ – заплакать первым. То есть все, если ты заплакал первым, то ты тогда смог победить. Теперь, значит, если, например, какой-то, ну возьмем другой пример. Пьяный человек, он на тебя нападает, выясняет отношения, и он там что-то тебе мычит. То есть если ты начинаешь с ним тоже мычать, вы выясните отношения, вы не выясните отношения. То есть вот это вот поговорка, как-то я помню, есть такой Иуда Аврех, он спрашивал Равыска Казильбера. Захронотца Дикли Авреха был великий праведник. Он говорит, как относиться к русским поговоркам, пословицам, как к ним относиться. Потому что в Талмуде очень часто упоминается народная мудрость, люди говорят. Как говорится там, имри-анши-имри или имри-анши. Говорят люди. То есть мудрецы использовали вот эту народную мудрость как доказательство каких-то глубоких мыслей. И он спрашивает, как относиться к русской народной мудрости. Равзильбер ему ответил так. Он говорит, есть пословицы 100% верные. Например, с тем поведешься, от того и наберешься. Народная мудрость. То есть с кем ты общаешься, тебе обязательно от него что-то, тебе от него приходит. Теперь, а есть, например, поговорка, которая вообще для нас не относится к нам. Например, это с волками жить, поволчевыть. То есть мы не должны, если ты с волками живешь, ты не должен стать волком. То есть ты не должен становиться с ними на их уровне. А есть поговорка, которая иногда верна, иногда нет. Например, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Это иногда да, иногда нет. То есть часто подругу можно судить, кто ты, а иногда нет. Теперь, что здесь имеется в виду. Нам царь Соломон советует не становиться с ним на одну, с этим грешником, глупцом на одну ступеньку. То есть он, если ты видишь человека неадекватного, например, в Фейсбуке, там еще где-то, кто-то начинает писать гадости, просто заблокировать. То есть все, вот ты видишь, неадекват. То есть ты не должен ему отвечать на его неадекватность. Заблокировать, все, нет-то этого человека. Это первый совет. Но теперь второй, пятый отрывок, он звучит так. Ане ксиль тивал то. Ответь ему, этому ксилю, как его глупость. Вот это, да, как его глупость. Пен и е хахам бейнаф. Что может быть он будет мудрецом в его глазах. Значит, что имеется в виду? Вот, например, написал вам человек в комментарии, там что-то плохое про Бога, про Тору, про еще про что-то. Можно его просто удалить, лучше с ним не общаться. Но можно удалить его, заблокировать и пожаловаться на него. Почему, пожалуйста, чтобы он другим не вредил? Потому что если ты просто так его отпустишь, то ты его заблокировал, ты спасся, а другие что? Он пошел дальше другим вредить. То же самое, если есть вот этот вот грешник, который, как в пасхальные годы, там есть четыре сына. И есть сын умный, который спрашивает, что это у вас за служение. И есть сын грешник, который спрашивает, что это у вас за служение. То есть они вроде похожий вопрос задают. Но грешник задает вопрос для того, чтобы испортить это служение и для того, чтобы доказать, что оно неверно. Так, говорит тот, кто составил пасхальную году, он говорит так, выбей ему зубы, прям реально так написано, выбей ему зубы, и скажи так, если бы он был там, его бы Бог не вывел из Едипта. Почему, скажи ему там, должно быть как по тексту, и скажи ему, если бы ты был там, Бог бы тебя не вывел из Едипта. Почему, если бы он был там, а потому что, это, по-моему, отвечает Раф Соловейчик, по-моему, это его был комментарий, что когда ты с грешником разговариваешь, его ты исправить не сможешь. И поэтому, если ты ему скажешь, он тебе ответит в ответ еще в 10 раз хуже. Но ты должен сказать всем остальным, если бы он был там, его бы Бог не вывел, и заблокировать его. Понятно, да? То есть, это вот, эти два отрывка, которые, казалось бы, противоречат друг другу, но они, на самом деле, они друг друга наполняют. Понятно. Теперь дальше. Шестой отрывок. Шестой отрывок, это как раз бизнес-совет такой. Царь Соломон дает бизнес-совет. Значит, о чем здесь говорится? В Микаце-Раглаем, это переводится как бы сокращающие, обрезающие ноди, хамас-шоте, будет пить насилие. Странное такое начало, да? Переводят здесь так, на русский. Подсекает себе ноди, пьет досаду. Хамас это, ну, они привели досаду, вообще-то насилие. И, значит, подсекающие себе ноди, пьет досаду, посылающие слова в руках вот этого грешника-дурака. Значит, в бизнесе часто так бывает, что, в бизнесе часто так бывает, и в жизни часто так бывает, что человеку лень. Очень часто человеку лень, и он, значит, или лень ему, или он все не успевает делать. И он дает поручение тому, кто, ну, кому можно дать поручение. Теперь часто тот, кому дает поручение, оказывается Ксиль, вот этот вот глупец-грешник. И тот, кто ему дает поручение, он ему говорит, сходи там к Эйтану, попроси у Эйтана кофе. Значит, этот, зачем он это делает? Ему лень идти к Кейтану, попросить у Эйтана кофе. Значит, идет этот Ксиль-грешник. Тот, кто так делает, он как будто бы себе сокращает ноди. Он себе, ну, чтобы не ходить, он кого-то послал. Отлично. Приходит этот человек, например, к Эйтану и говорит, слышь, Эйтан, тебе сказали кофе, чтобы ты принес. Понял? Эйтан говорит, ты что? А ты что, не знаешь? Ицкак тебе сказал кофе принеси. И он еще Эйтану в таком тоне некрасиво сказал про кофе. Эйтан на кого обидится? На Эйтскака. Потому что он скажет, Эйтскак вообще борзел, типа, принеси мне кофе, еще так нагло еще со мной разговаривать. А Эйтскак, это же не Эйтскак просил. А кто просил? Тот, кого он послал. Понимаешь идею? То есть, очень, у меня недавно была такая бизнес-ситуация. Я с одним человеком, ну, собирался сделать бизнес. А он, значит, начал с моими сотрудниками там вести сам диалог, коммуникацию, что-то такое. И мне так донесли в такой форме его, как бы, ну, его поступок. Он и так был сомнительный. Ну, то есть, то, как я его понял, оно сразу обрубило. Потом я подумал, а вдруг мне неправильно сказали. Вот я в тот момент еще этот отрывок не читал. Но я, ну, как бы, я воспринял все по словам, ну, людей о нем и обрезал отношения. А сейчас я думаю, а может быть, это как раз он послал, ну, то есть, тот, кто передавал, он передал неправильно. То есть, то, что он точно передал не то, что было, это факт. Потому что никто не может передать реальность. Даже я сам, когда описываю там что-то, я не могу передать реальность. Я передаю какое-то описание реальности, какой-то там один из возможных способов интерпретации реальности. Но когда я прошу кого-то, чтобы он передал мою интерпретацию, и он передает мою интерпретацию, и передает тому, кто сам интерпретирует это, то это вообще все, испорченный телефон. И нас царь Соломон об этом предупредил. Он говорит, что потом, значит, как, и дальше он приводит пример, что значит послать вот этого вот грешника-дурака с поручением. Он говорит, как поднимающий бедра хромой, так пример в устах этого ксиля, этого грешника. Ну вообще непонятно, как болтаются бедра у хромого, тут переводят, а притча в устах глупых. То есть бедра у хромого как-то болтаются, как-то по-особенному непонятно, то есть вообще все непонятно. И когда он идет вот этот вот глупый и хочет передать твои слова своими словами, это знаете, как встречаются два человека, один другому говорит, ты знаешь, говорит, вот все восхищаются там Битлз, а я Битлз, говорит, чтобы я еще хоть когда-нибудь вообще пошел на Битлз, я вообще не понимаю, как они восхищаются этими Битлз. Битлз, они нот не знают, картавят, и англисти тоже коверкают. Тут говорит, ты что вообще, как это? Ну, а когда ты слышал Битлз? Он говорит, мне сосед мой шанапел. Мне сосед мой шанапел. Вот это вот как раз тот, кто посылает передачу, ну, какую-то важную информацию через вот этого вот грешника, ну, ксиля этого дурака-грешника, то то, что получится в ответ, то, что он передаст, это вообще может быть совершенно ужасная вещь. Хорошо. Теперь дальше. И следующий отрывок. Как вкладывающий камень в пращу. Раньше было такое оружие, как рогатка, типа, да? Какая-то праща, туда вкладывали камень. Оружие было серьезное, потому что царь Давид убил этой пращей галиата. Галиата, он убил этой пращей камнем. То есть клали камень, размахивали, и он летел этот камень, и мог убить человека. Так тот, кто вкладывает камень в эту штуку, так же тот, кто дает этому ксилю почет. Тот, кто дает ему почет. Опять мы вернулись к почету. Значит, что имеется в виду? Вот есть человек ксиль, например, да? Он грешник, и он неправильно себя ведет. Но, так как мы царя Соломона еще не учили, допустим, мы учили книгу Хафецкаима о том, что нельзя человека обидеть, там, и так далее. И вот он, этот ксиль, он ленивый, он что-то гонит, не то делает все. А мы ему вежливо, вы знаете, там, товарищ ксиль, значит, вы такой молодец, умно сказал вообще. И он от каждой похвалы, он набирается сил. Набирается, набирается сил. И получается, что тот, кто вкладывает камень в эту пращу, он же никого не убивает. Он только создает предпосылку, что могут кого-то убить. Он, типа, все, камень положил. Также, когда ксиля хвалят, уважают и дают ему, как бы, дают ему вот эту поддержку, чтобы он рос, то в этот момент создают предпосылку того, что он потом может реально стать президентом страны. И потом все. А кто ему? Ему никто не говорил никогда, что он там ксиль. Ну, к примеру. А что интересно, нормальные люди, нормальные люди, они во всем сомневаются. Нормальные люди, они там в целях своих сомневаются. Нормальные люди сомневаются, прав ли я или нет. Они там могли слышать, что там в Талмуде написано, муж Арабейну говорил, научи свой язык говорить, я не знаю. А дураки, они наоборот, они уверенные. Они там гонят все, что хочешь, но они так уверенно гонят, что они готовы ради своей вот этой тупой идеи там и людей убивать, и сами умирать. То есть у них появляется огромная сила. И те, кто дают им почет, вот как был, например, там уже Гитлер тот же, и Макшмо, чтобы стерлось его имя. Он вначале был простой такой клоун-неудачник. Клоун-неудачник, но потом его, я слышал, были какие-то люди богатые, его как бы для развлекухи начали поддерживать. Ну, интересно, такой он, этот самый, экспрессивный такой, там что-то гонит свое. Бах, да, первый, кто его поддерживал финансово, потом Гитлер, как он поднялся, он забрал у него жену, его самого посадил в тюрьму, там, и так далее. То есть тот, кто дает вот этому вот к силе почет, этому грешнику, он потом создает как бы предпосылку для того, что он потом все вокруг разрушит. Поэтому нельзя давать почет вот этим вот людям. То есть если он не прав, он не прав. Но, как лично я думаю, то хорошо, что есть много к силе, много из этих дураков-грешников. Они между собой все время дерутся. И пока они между собой дерутся, то, в принципе, влазить не надо. Страшно, когда кто-то из них один побеждает. Но пока, если они все время между собой в борьбе за власть, за славу, это самое, то нормальные люди могут спокойно себе жить и не париться. И учить Тору, служить Богу, молиться, заниматься своими хорошими делами. И главное не втягиваться в их вот эти вот идеи. Все. Вот мы сегодня выучили три отрывка про то, что не надо иметь дело с дураками. Не надо иметь дело с дураками, потому что это в любом случае приводит к чему? К потерям. Вот это вот у меня один вывод из сегодняшнего урока. То есть если человек... И надо проверять, надо тестировать. Вот и на работе надо тестировать всех. Надо всегда тестировать. Отношения с человеком надо тестировать, да? То есть если ты с ним тестируешь отношения, и у тебя есть проколы, то тогда не надо как бы лезть в серьезные какие-то связки, а нужно проверять на маленьких вещах. И как назначил талмуд, например, вот как проверить человека. Вот если кто-то хочет жениться или выходить замуж, написано, что человек проверяется 3К. 3К. Какие 3К? Б-К-С-О. Надо его напоить вином и посмотреть, как он ведет себя, как пьяный. Потому что когда человек пьяный, это как раз открывается его вот эта внутренняя сущность. Б-К-С-О. Как он тратит деньги? Тут непонятно, какие тесты. Потому что, например, вот меня спрашивают про Ника Вучича, интересно, да? Что меня больше всего впечатлило? Меня впечатлила очень история, как он женился. Вот мы с ним, ну, там, общались, несколько раз лично сидели, встречались. И он рассказывал, как он женился. И он до этого потерял все свои деньги. Вообще все свои деньги потерял. То есть у него... Есть люди по-разному относятся к деньгам. Есть люди осторожные. Есть люди, которые делают ставку, там они все вкладывают, занимают и так далее. То есть это очень показывает суть человека. Его отношение к деньгам. Второе К. И третье К. Б-К-С-О. Как человек ведет себя в К-С-О, в гневе. То есть это тоже... Талмуд говорит, что надо проверить человека вот в эти 3 К. Хорошо, друзья. И жду ваших выводов. Давайте. Жду ваших выводов, чтобы вы написали три своих вывода. Поделились своими выводами. Вокруг ксилим много этих грешников, глупцов. Поэтому, если вы их обнаруживаете, баньте их. В этих самых. Нужно их блокировать. А если вы хотите идти по пятому отрывку, то их еще надо и жаловаться на них, и в спам. То есть... Все. Спасибо. И до завтра. Субтитры создавал DimaTorzok